Новые жертвы дорожных войн. Еще два пешехода в Магнитогорске оказались под колесами автомобилей. Одна из пострадавших в данный момент находится в крайне тяжелом состоянии. В каждом из ДТП решающую роль сыграла высокая скорость движения авто. Все подробности произошедшего далее. На этой записи с видеорегистратора дорожно-транспортное происшествие, которое случилось 13 февраля в 11.45 у дома 169 по проспекту Карла Маркса. Именно здесь 31-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль Деонексия. Установлено, что в момент наезда пешеход находился уже на островке безопасности. К сожалению, водитель выбрал неправильную скорость движения без учета дорожных и погодных условий. Так как автомобили в соседних рядах пропускали пешехода, данный водитель не остановился перед пешеходным переходом. Пытался уже выехать на трамвайное полотно, где совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в травматологическом отделении 3-й городской больницы. Находится в отделении с отрясением головного мозга, переломом шейки плеча. Состояние его стабильное, удовлетворительное. Предстоит оперативное лечение. Еще более тяжелые травмы стали итогом второго ДТП с пешеходом, произошло которое в тот же день у дома 88 по улице Советской. В этой аварии серьезно пострадала 80-летняя женщина. Ее, к сожалению, состояние очень тяжелое. Там ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, перелом. В настоящее время она находится в коме, на искусственной вентиляции легких. И прогноз у нее очень сложный. Такие травмы пожилая женщина получила на регулируемом пешеходном переходе. Проезжую часть она пыталась перейти на красный, но не рассчитала. Михаил Петров стал свидетелем этой аварии. Он рассказывает, все произошло за считанные секунды. Примерно в полседьмого я стоял возле магазина «Радуга Вкусова», услышал сигнал машины и звук торможения. Посмотрел в сторону остановки над звук сигнала и увидел, что автомобиль сбил человека. Она была без сознания, слава богу, дышала. На момент приезда скорой помощи она дышала. То есть я дождался, опять-таки помогли загрузить. Свидетель утверждает, женщина шла на уверенный красный, а водитель не смог мгновенно затормозить на скользкой дороге. Со слов водителя автомобиля «Лады Калина» было установлено, что он следовал по крайней левой полосе. Заметив пешехода, он подал ей звуковой сигнал. В этот момент женщина ускорилась и как раз оказалась на полосе, где находился автомобиль. В этот момент произошел наезд на пешехода. В скором времени отделом по расследованию ДТП будет назначена автотехническая экспертиза, которая покажет, располагал ли водитель возможностью остановить автомобиль и предотвратить столкновение, или же такой возможности у него не было. Только после этого будет определена степень вины участников аварии. Всего с начала года в Магнитогорске уже произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Ранения в них получили 19 человек. Один человек погиб.